10 призывников из Новосибирской области отправятся в научные роты. Специальное подразделение существует около 6 лет. Служить там почетно, а попасть туда непросто. Молодые люди проходят жесткий отбор. Помимо отличного здоровья и хорошей физической формы, необходимы исследовательские качества. Ежегодно в нашем регионе такие новобранцы находятся. Тему продолжит Рута Келлер. В сборный пункт ВАБИ Александр приехал из Корсука. Он дипломированный инженер радиотехнических систем. В свои 24 уже публиковал научно-исследовательские работы. Такие навыки являются ключевыми при отборе спецроты. Ну, вообще хотелось максимально использовать свои знания, полученные в университете. Это во-первых. Во-вторых, не хотелось заниматься ерундой, ну, какой-то такой армейской, типа, может быть, подметание луж лопатами или что-то такое. Поэтому взгляд свой направил, так сказать, в сторону научной роты и подал документы. И вот, собственно, меня призвали. Обычные обязанности военнослужащего никто не отменял. Ранние подъемы, физическая и строевая подготовка – все это составляющие армейской закалки. Плюсом ко всему придется много исследовать и размышлять. Это, я считаю, это уникальное подразделение, где военнослужащие, имеющие сильный такой научный потенциал, имеющие склонность к научному изысканию, могут проявить себя, потому что научная деятельность Министерства обороны очень сильно тоже развивается. Для данных военнослужащих, я считаю, это самое лучшее место, где они могут быть и реализовывать себя как научного деятеля, как человека и как служащего. Впервые призывников отправляют на службу без присутствия родителей. Таковы условия карантина. Поэтому на церемонии никаких материнских слез и отцовских напутствий. Все четко и по делу. Традиционно уже с 2014 года с Новосибирской области каждый призыв убывает более 10 призывников различной научной роты. Дислоцирующие в Москве, в Анапе, в Воронеже, в Санкт-Петербурге. Помимо призывных документов, каждый новобранец получает форму и сумку. В ней все необходимое для бойца. Вот на год службы получается. Все выдали. Даже выдали куртку. Да? Дима сезона. Зимняя. А узнавали в Питере какие зимы? Честно сказать, нет. Сопровождают призывников представители научных род тех городов, куда уже ночью отправятся служить новобранцы. Александру и Михаилу, например, предстоит долгая дорога до Санкт-Петербурга. Там парни будут исследовать материально-техническое обеспечение в военной академии, усовершенствовать оборудование военной медицины, а, возможно, изобретать что-нибудь свое. Светлый ум и инициатива в научных ротах только приветствуются. Рута Келлер, Константин Менин. Новости ОТС. Рута Келлер, Константин Менин. Новости ОТС.